приглашаю всех в мир цветных рисунков приготовьте карандаш и бумагу и сегодня нарисуем авокадо начинаем рисовать наш авокадо с эскиза я беру простой карандаш тонкими линиями показывают дальнюю половинку авокадо это овал такой как вы видите уже на законченном в рисунке его нижняя часть такая как лодочка получается и место где была косточка а теперь мы рисуем другую часть сейчас мы покажем верхнюю часть тоже овальная конечно потому что мы смотрим на авокадо сбоку теперь его то часть шкурки которые мы видим есть немножко расширяется авокадо и здесь будет косточка немножко я и сейчас изменю и авокадо можно немножко сейчас уменьшу я потому что мы видим под углом вот это эскиз а теперь мы ластиком сейчас сотрем все ненужные линии которые не будут участвовать вот косточка немножко выступает над плоскостью разрезанного авокадо и сейчас немножко я даже больше сотру чтобы они нам не очень мешали эти линии когда мы будем работать цветными карандашами я стряхиваю и сейчас начинаем работать цветными карандашами я беру темно-зеленый карандаш и сейчас обвожу дальнюю половинку по краю там где шкурка видно и дошла до этой разрезанной части дальше я не прохожу вниз шкурки шкурка авокадо такая неровная там всякие выпуклости есть поэтому нужно даже и такой волнистой линии показать и теперь обходим другую половинку тоже опять можно соблюдать такую неровность а вот отрезанная часть можно поровнее границу показать ну вот мы почти уже видим авокадо и одно и второе теперь мы возьмем коричневый карандаш я предпочитаю такой не самый темный обведу косточку нижняя граница по верху здесь сейчас я покажу пятно блика света и сейчас даже немножко до такую легкую штриховку обходя вот это пятнышко света совсем я его даже уменьшила немножко весь показывая что это круглая косточка у тогда такая вот будет на ней полукруглая не дохожу до края где мы показали край косточки там был чуть-чуть посветлее тон а здесь будет опять потемнее и чтобы косточка была у нас более красивой я беру оранжевый карандаш и опять добавляю штриховку по всей нашей косточки не захожу на это блик света но уменьшаю его с помощью оранжевой штриховки и вот здесь вот вверх который мы не за штриховали полностью коричневым здесь вот такой цвет тоже оранжевый появится но всего косточка у нас можно сказать готова сейчас чуть-чуть подправим мы потом еще может поработаем здесь а теперь берем зеленый карандаш это возьму светло-зеленый и сейчас за штрихую всю шкурку это первая базовая штриховка поэтому я не надавливаю но стараюсь так равномерно заштриховать эту шкурку той половинки которая лежит внизу шкурка у авокадо неровная поэтому мы сейчас возьмем темно-темно-зеленый карандаш и сейчас вот я прохожу по шкурке вот делаю такую волнистую линию а потом еще волнистую линию между этими волнистыми линиями делаю такие заштрихованные места это для того чтобы показать неровность шкурки вот видите сразу получается понятно что шкурка не гладкая на ней есть вмятинки выпуклости и мы вот такими вот таким способом показываем а вот эта часть она будет очень темная сейчас я просто зеленым карандашом закрашиваю и переходим к этой шкурке такая же история мы вначале показываем волнистой линией а потом между ними такие вот можно опять провести волнистую линию потом закрасить такими вот пятнами нам надо показать что шкурками такая неровная и мы это практически сделали вот здесь вот будет больше света поэтому я сделаю больше оставлю больше светло-зеленых мест не прокрашенных темно-зеленым карандашом а теперь можно взять темно-синий карандаш и добавим темно-синим карандашом сюда цветовые пятна темно-синие там где были темно-зеленые чтобы это было более темная часть по отношению к другому цвету и вот здесь вот будет падать тень от этого от этой половинки значит мы здесь тоже добавим синий цвет цвет тени эта часть тоже здесь будет теневая поэтому я щас темно-синим карандашом добавлю там где были темно-зеленые пятна темно-зеленые пятна добавляю темно-синий цвет а светлые все равно должны остаться потому что они показывают бугристость шкурки и мы должны это сохранить здесь вот будет более светлая часть но по краю мы все равно немножко вот темно-синий добавим и по здесь и после этого начинаем работать с центральной частью мякоти авокадо такая желтая зеленоватая я беру самый светлый зеленый карандаш и рядом со шкуркой работаю с этой частью с этой половинкой начинаю заштриховывать не не весь плоскость эту разрезанного авокадо а только рядом со шкуркой здесь будет более темный зеленый цвет затем я возьму светло-коричневый цвет и чуть-чуть обозначу получше вот такими пунктирами место где косточка лежала немножко сюда тоже добавлю после этого светло-желтым нет такой меня светло-светло-коричневый карандаш я сейчас добавлю сюда это тень от этой ямки где лежала косточка и теперь желтым карандашом тоже добавлю цвет и добавлю желтый цвет теперь на всю оставшуюся мякоть и можно даже светло-зеленым карандашом такие показать немножко как полосочки граница между разного цвета мякотью и сюда зеленый я бы добавила вот сюда повторить вот эту лунку и начинаем работать с этой частью опять светло-зеленым карандашом покажем штриховку поближе к шкурке потом желтым таким вот светло-коричневым вот у меня есть желтый в руке и светло-коричневый все-таки хочу начали здесь светло-коричневый добавить потом уже желтый добавляю и прохожу даже по зеленому светло-зеленому штриховку которые мы сделали и то же самое здесь пройти желтым надо по светло-зеленой штриховки так поярче сделать можно даже пройти и здесь вот эти светлые пятнышко если они станут более желтыми вот это будет более такой авокадный цвет ну и теперь можно взять серый карандаш и сделать тень свет падает отсюда значит тень ушла от нашего авокадо сюда здесь сейчас немножко мы покажем поверхность стола или поверхности на которой лежит наши авокадо а теперь добавим темный цвет тень возле предмета более темная там она рассеивается здесь вот потемнее будет потому что весь эта часть авокадо полностью перекрыла свет поэтому потемнее здесь тоже и конечно в цвете тени всегда есть цвет предмета поэтому можно взять светло-зеленый карандаш и добавить немножко сюда сейчас немножко я выровняю поверхность стола как здесь то вот так сейчас я теперь поработаю немножко косточка я возьму самый темный коричневый карандаш и сейчас добавлю темный цвет на теневую сторону соблюдая форму косточки не докрашиваю до границы верхней вот здесь вот самая будет темная часть и смягчу немножко с поярче чуть-чуть добавлю еще здесь вот зеленый карандаш совсем легко на хвостике там где хвостик исправлять и улучшать можно до бесконечности надо остановиться потому что у нас уже практически рисунок авокадо готов вот и получился у нас такой рисунок я надеюсь у вас тоже получился хороший если вдруг что-то не получилось можно открыть это видео опять и попробовать нарисовать снова и второй раз получится лучше приходите в гости рисовать легко и весело когда вместе